Всем привет! С вами Техноарена, канал о новинках в индустрии смартфонов. И сегодня я расскажу вам о двух устройствах компании Huawei, смартфоне Honor 9X и его продвинутой версии Honor 9X Pro. Ссылки на магазины, где вы можете купить эти телефоны, я оставлю в описании под роликом. Также я попрошу вас не забыть поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал Техноарена, если вы не сделали этого раньше. Оба смартфона имеют одинаковые размеры и вес, да и внешне отличить их достаточно сложно. Размеры устройств составляют в длину 163,1 мм, ширину 77,2 мм и в толщину 8,8 мм. Вес обоих смартфонов 206 грамм. Корпус выполнен из стекла и алюминия с плавным переходом от задней крышки к боковой рамке. Вырез под фронтальную камеру отсутствует. В Honor 9X и 9X Pro она выдвижная. Отсутствие фронтальной камеры на экране и суженные до минимума боковые рамки делают оба смартфона безрамочниками, что на сегодняшний день является неоспоримым плюсом. Рядом с фронтальной камерой на верхней грани смартфонов расположен динамик и лоток для двух сим-карт с возможностью поставить вместо одной из них карту памяти. Сканер отпечатка пальцев помещен сбоку и заменяет собой кнопку питания. Срабатывает очень быстро и промазать пальцем по нему будет достаточно сложно. Рядом расположены кнопки регулировки громкости. Снизу у Honor 9X и 9X Pro находится разъем USB Type-C, динамик, микрофон и вход для наушников. Honor 9X выпускается в трех цветовых вариантах – классическом черном, синим и красном. Причем синий и красные варианты получили оригинальный эффект преломления света, образующий букву X на задней крышке, словно акцентируя внимание на названии модели. Материалом задней панели смартфона является стекло с закруглениями по краям. Модуль камер со вспышкой размещен вертикально в углу. Задняя сторона Honor 9X Pro в синем и красном цветовых исполнениях имеет такую же, как и у младшего брата, появляющуюся на свету букву X. Также смартфон выпускается в черном цветовом исполнении. Главное отличие Honor 9X Pro от 9X во внешнем виде заключается в наличии тройной камеры со вспышкой. У Honor 9X модуль камер состоит из двух объективов. Honor 9X получил экран диагональю 6,59 дюймов с соотношением сторон 19,9 к 9 и разрешением 2340 на 1080 пикселей. IPS-матрица смотрится очень достойно. Широкие углы обзора, контрастность, яркость, сочность экрана у Honor 9X на уровне современных самых качественных IPS-матриц. В Honor 9X Pro также установлен большой экран с диагональю 6,59 дюймов, разрешение которого 2340 на 1080 пикселей, матрицей IPS и соотношением сторон 19,5 на 9. Сверху он прикрыт защитным стеклом. Экран обладает хорошими углами обзора, что позволяет рассматривать изображение под разными наклонами. Цветовая гамма насыщенная и яркая, присутствует олеофобное покрытие, которое защищает дисплей от следов. В настройках смартфона пользователи могут изменить температуру цветов в зависимости от индивидуальных предпочтений, а также включить защиту от ультрафиолетового излучения. Honor 9X и 9X Pro работают на Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, которая в последнем обновлении получила изменения в дизайне иконок, обоев и тем. Значки приложений стали плоскими, а их количество в сетке сократилось до четырех. Добавлен новый голосовой помощник и управление жестами. Одно из главных новшеств EMUI 9.1 – новая технология Arc Compiler, значительно увеличивающая быстродействие операционной системы и приложений. По заверениям Huawei, Arc Compiler сокращает время отклика программного обеспечения до 60%. Также новая оболочка имеет улучшение в области производительности. В оболочке используется новая файловая система ER-OFS, благодаря которой скорость чтения данных выросла на 20%. Honor 9X получил широкоугольную камеру на 48 Мп с сенсором Sony IMX582, дополненную датчиком глубины на 2 Мп. Цветопередача у камеры очень насыщенная, режимы панорамы и HDR. Запись видео ведется в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера в смартфоне выдвижная, с разрешением 16 Мп, выдает яркие и насыщенные фотографии с высокой детализацией. В отличие от Honor 9X, у 9X Pro основная камера тройная. Главный широкоугольный модуль на 48 Мп со светосилой 1.8 заполучил фазовый автофокус. Также в смартфоне есть сверхширокоугольный 8-мегапиксельный датчик, дополненный сенсором измерения глубины снимка на 2 Мп. Благодаря поддержке искусственного интеллекта предусмотрены автоматические сцены, которые оптимизируют фото в реальном времени и выдают потрясающие снимки в условиях плохого освещения. Камера умеет снимать ролики в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера Honor 9X Pro, как и у младшего брата, на 16 Мп и имеет функцию Face ID. Она позволяет снимать видео в Full HD разрешении, а также делать качественные фотографии при достаточном уровне внешнего освещения. Honor 9X имеет восьмиядерный 7-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 810 и видеоускоритель Mali-G52. Смартфон выпускается в версиях на 4 или 6 гигабайт оперативной, 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Также есть возможность расширить встроенную память с помощью карты microSD объемом до 512 гигабайт. В Honor 9X Pro также установлены процессор HiSilicon Kirin 810 с тактовой частотой 2 и 27 ГГц и видеоускоритель Mali-G52. Смартфон выпускается в версиях на 128 и 256 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширить их при помощи microSD-карты объемом до 512 гигабайт. Оперативная память у Honor 9X Pro составляет 8 гигабайт. Что касается коммуникационных возможностей, то у Honor 9X и 9X Pro они одинаковые. Оба смартфона поддерживают все необходимые стандарты связи, а также двухдиапазонный Wi-Fi, которые устройства принимают даже через несколько стен. В устройствах используется Bluetooth 5-го поколения. Honor 9X имеет литий-полимерный аккумулятор емкостью на 4000 мАч. Honor 9X Pro также имеет литий-полимерную батарею с емкостью 4000 мАч. Этого достаточно, чтобы смартфон проработал до двух дней в режиме сбалансированного использования. Беспроводная зарядка в 9X Pro не предусмотрена. Я проанализировал отзывы в интернете и сейчас расскажу, о чем пишут владельцы Honor 9X и Honor 9X Pro. Начну с негатива. Тяжелый и слишком большой, неудобно носить в кармане. Выдвижная фронтальная камера. Звук из динамика не самого лучшего качества. Большой и тяжелый. Низкое качество фото ночью. Скользкий корпус, приходится носить в чехле. Безрамочный экран. Аккумулятора емкостью 4000 мАч хватает на два дня работы. Сканер отпечатка пальца на кнопке питания. Мощный процессор. Все игры идут без тормозов. Большой экран без рамок и выреза под камеру. Тройная камера с главным объективом на 48 мегапикселей. Мощный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти тянет все игры. Емкости аккумулятора 4000 мАч хватает на полтора-два дня работы. В итоге мы имеем два очень похожих внешне смартфона с одинаковой емкостью аккумулятора, безрамочным экраном и выдвижной фронтальной камерой. Тем не менее, у Honor 9X Pro, в отличие от обычной версии, есть тройная камера и 8 гигабайт оперативной памяти, что сказывается на более высокой стоимости устройства. Ссылки на интернет-магазины, где вы можете купить Honor 9X и Honor 9X Pro по выгодным ценам, вы найдете в описании под этим видео. На этом все, дорогие зрители. Ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал Техноарена, если еще не сделали этого раньше, чтобы быть в курсе выхода новых обзоров и сравнений смартфонов. Всем пока!